всем привет сегодня я вам хочу показать продолжение обзора операционной системе система rosa linux fresh r3 и данный обзор будет посвящен таким новичкам которые переходят с windows или хотят перейти с windows но боятся и не понимают что это такое я вам покажу что ничего сложного здесь на самом деле нет обычный рабочий стол снизу панель вот корзина я ее очистил трейл настройки системы система более гибкая чем windows можно все что угодно настроить есть steam он нормально работает и для linux уже очень много игр вышло то что игр нет и система ни на что не способна это все ложь под операционную систему linux полным полно всего и программного обеспечения игр раз для развлечений софта становится все больше и больше никого не слушать кто говорит что linux говно пусть выкинет свой телефон на андроиде потому что android работает на ядре linux благодаря ядру linux современные смартфоны такие дешевые можно там если уже говорить о цене до можете заплатить попробуйте купить за там 1900 до 1800 российских рублей себе какой-нибудь смартфон на виндуксе или или apple а на андроиде вы найдете и он будет нормальный пусть там будет мало оперативной памяти или еще чего-либо вы начнете мне говорить что ядро linux тоже буржуйская буржуазная это все хрень собачья ядро linux пишет весь мир и то что его начал писать юный программист лину 100 или на 100 вальц это не значит что что это там пиндоская система там или европейская и пишут все подряд эту систему она очень безопасно гораздо безопаснее чем виндукс и перед вами русская операционная система на ядре linux роса linux появилась после того как наша отечественная компания приобрела мандриву linux была такая был такой очень давным-давно популярный дистрибутив linux так вот роса уже визуально но практически ничем не похоже на мандриву конечно под капотом там еще мандрива но очень очень много всего они изменили не буду повторно тут рассказывать о всяких понтах ну у нас тут как маки и стеки я уже в прошлых обзорах рассказывал можно с легкостью не то просмотреть практически пока что у нас за файл вот я хочу посмотреть фильм тот ли я фильм ищу через так видимо тот так я хочу переместиться папку загрузки но я ищу какую нибудь песню я нажимаю пробел да это нужно для меня песню так нечаянно запустил архиватор здесь есть все что угодно для linux очень много аналогов но кроме аналогов существует всевозможных софта куча смотрите теме steam virtual box firefox вибер пожалуйста он прекрасно работает он нормально работает вот такое вот меню я не буду повторяться что такое time frame и тут все возможное количество всякого софта который можно устанавливать из пакетный менеджер мессенджеры есть для любителей там извиняюсь консольных задротов запускайте терминал записывайте диски дропбокс фаерфокс гейм прессовалка пертет разбить диски потом аудио плеер здесь неплохой родной видео плеер основанный на мплеере и смплеер если не ошибаюсь так запускается наш клементин так запустил файл поврежденный какой-то запустил файлы уже были удалены я их пытаюсь воспроизвести ну ладно откроем здесь открыть файл так desktop hardware touch пожалуйста слушайте музыку что касаемо видео плеера так так приложение тут стоит раз сам медиаплеер вот такой вот давайте воспроизведем классику уже фильм клуб завтрак ну пожалуйста все нормально воспроизводится хотя я сторонник влс тут есть офис либо офис он ставится так же и на другие дистрибутивы линукса но я просто вас хотел ставить обратить внимание на именно на русский дистрибутив что бытует мнение что наши ничего не могут а у многих испорчен впечатление испорчено после альт линукса который как бы более ориентирован на школы на рабочие станции они им даже лень не знаю там нормальную тему оформления сделать потому что как говорится встречает по одежке провожает по уму правильно вот здесь все вылезано здесь все понятно сделано как говорится с душой разработчики неплохие ребята с ними можно поговорить на форуме так зайдем к ним на сайт раса фреш это бесплатный дистрибутив линукс у них есть коммерческие продукты наверняка они будут брать деньги только за поддержку вам коммерческие эти продукты серверные они не нужны сами понимаете все равно кушать разработчикам что-то нужно но версия декстоп есть фреш и есть маратфон вроде бы она с длительной поддержкой то есть более стабильная вы можете выбирать и фреш можете выбрать и маратфон вот есть форум где можно поговорить с разработчиками при том что данный дистрибутив уже неплохо используют даже в евросоюзе так стоп да также есть группа вконтакте вот но немногочисленная пока 226 человек никто не пиарил как бы данный дистрибутив хотя нам уже много чего известно ну ну такого сильного пиара нет здесь можно пообщаться с разработчиками а тут отвечать именно разработчики попросить собрать какую-нибудь программу из исходного кода или же предложить им какую-то идею допустим я снова нападу на линукс там такого вы не сможете сделать потому что достучаться до разработчиков это практически невозможно вот также есть вики где можно почитать что это такое вики.рсалаб.ру где можно почитать что это за система есть пакетный менеджер это немножко старая версия уже есть более новая точнее новая разрабатывается она есть но она разрабатывается если мы хотим установить какую-то программу нам не надо писать в интернете допустим написать браузере скачать бесплатно без регистрации к примеру там какой-нибудь браузер там оперу здесь этого не нужно вы просто находите заходите в нужный раздел и перед вами предстают программы если вы не знаете что это программа что за программа вы просто гуглите узнаете пример вот смотрите архиваторы куча куча всякого всякого программного обеспечения графика всякие редакторы 3d редактор видео плеер видеоредакторы звук есть игрушки есть игрушки родные еще раз повторяю есть стим можете покупать контер страйки это left 4д там мы вот я играю в робокров темфордж доту 2 пожалуйста зумо это работает вот 12 баксов платите в 4д на 2 пожалуйста играйте Это доступно для платформы Linux. Пожалуйста, вон там нарисован пингвин. Это доступно. Да, есть игры, никого не слушайте. Пошлите на три буквы Microsoft. Все, время прошло, вам дурят мозги. Это просто привычка, нужно перестать платить деньги этим ублюдкам, которые убивают детей по всему миру. Которые творят вообще вот эту жесть. Хватит платить им деньги. Вы, может, заметили, что много где уже в магазинах компьютеров Windows не установлено, установлено FreeDOS. И злые, вонючие торгаши вам подсовывают Windows, якобы говорят, что там нет операционной системы. На самом деле там стоит FreeDOS, и вы можете скачать бесплатно Linux и поставить его, играть все свои тоже самые игры. Вы сэкономите кучу денег. И за эти деньги купите кучу игр себе. Будете играть. Зачем вам платить за Windows? Ну ладно, там седьмая еще была, куда не шло. Но восьмерка же, это полная Г. Полная Г. Вы сами видите, что все работает. Есть куча софта. Скайп есть, вибер есть, есть все, что нужно. Драйвера есть. Часть драйверов уже установлена в систему. Даже в дистрибутивном, драйверном виде, например, уже были. Часть он докачает сети. Что касаемо фотошопа, то есть гимб, или же можно поковыряться с Вайном и с эмулятором, и все-таки запустить фотошоп. Microsoft Office через Вайн запускается без всяких проблем. 2003-2007. С 10-м я не пробовал, он мне не нужен. Думаю, на этом я закончу. Я делал данное видео для групп Антимайдан. Потому что очень много там патриотов, которые сидят на Винде и кричат, что очень любят Россию, ненавидят США. Не в плане жителей США, а их не власть. И Microsoft какие-то санкции вводит вместе с Apple. Но при этом сидят на семерке и на восьмерке и кричат, что они ярые патриоты. И что они не платят денег, якобы. Но вы знаете, ребята, вы тут мне будете рассказывать о том, что сидеть на Винде безопасно. И вы там храните какую-то информацию. Они тупо эту информацию могут у вас слямзить. Уже не первый раз обратитесь в сети, где их уже ловили, как они воровали у пользователей данные. То есть, при желании они могут ваш комп, ваши все данные персональные, все, что вы храните на жестком диске, мониторить и все. На этом, думаю, закончу. Спасибо за внимание.